Всем добрый день! Меня зовут Олеся. И сегодня у меня есть для вас очень классный рецепт чебуреков. Сразу скажу, что он не классический, то есть это не то тесто, где мука, вода и соль. Нет. Мне почему-то он не очень нравится. Особенно если чебуреки полежат из такого теста классического. Это же тесто будет заварное, но заварное не в полной мере. Завариваться будет лишь часть муки. И таким образом тесто будет сочетать в себе свойства обычного и заварного, скажем так. В общем, тесто очень классное получается. Раскатать такое тесто можно без проблем тонко-тонко, буквально до 1 мм. И оно не будет рваться при жарке. Чебуреки получатся хрустящие, пузырящиеся. Очень-очень тоненькие и вкусные, конечно же. Поэтому, кого заинтересовал мой рецепт, давайте начнем готовить. И берем 175 мл воды. Ковшик какой-то, потому что будем это сейчас все нагревать. Одну такую хорошую чайную ложку соли. И 3 столовые ложки растительного масла. Ставим это на плиту и нагреваем до кипения. 530 грамм просеянной муки. Это 3 вот такие вот мерные чашки. Одну из них забираем отсюда. Я просто сюда все вместе просеяла через сито. И одну мерную чашку забираем. В отдельную емкость. Ее будем сейчас заваривать. Секрет этих удачных чебуреков, именно этого рецепта, что здесь не просто заварное тесто, а заваривается лишь какая-то часть муки. Это дает тесту мягкость, эластичность. Но вместе с тем, оно не будет такое совсем мягкое. Кто делал заварное тесто на пельмени, знает, что оно намного мягче, чем обычное тесто на холодной воде. В общем, заваривание части муки сочетает себе идеальный вариант. Не плотное тесто и не совсем мягкое. А заваривание вот таким вот образом воды, соли с маслом делает пузырчатыми чебуреки. И еще нам потребуется одно яйцо. Все, больше никаких ингредиентов нам не нужно. Ну, начинку, естественно, сейчас будем отдельно готовить. Все, у меня вскипела вода. Заливаем муку и хорошо ее размешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Перемешиваем и остужаем немножечко до теплого, чтобы не было такого горячего, чтобы яйцо не сварилось. Пусть немножечко остынет. Берем ту муку, я ее разделила на две части. Это та же самая мука, ничего не добавляла. Те же самые три стакана. Просто разделила, чтобы не переборщить. Всегда делаю на глаз, потому вот сейчас вместе с вами все измеряю, чтобы написать вам, сказать точный рецепт. Так, немножечко остыло, рука терпит. Можно добавить яйцо. И замешиваем тесто. Вмешиваем хорошее, плотное тесто. Сейчас посмотрим, сколько муки еще уйдет. Выкладываем тесто на рабочую поверхность, немножко подсыпаем мукой по потребности и начинаем замешивать. Я люблю это делать вот так. Сворачивать в рулон теста, переворачивать в другую сторону и вот так, как бы, рукой одной растягивая к себе, а второй двигаясь тоже. Получается такой рулон. Потом мы переворачиваем и начинаем в обратную сторону такие движения делать. Добавляем еще муки. Тесто должно быть крутое. Можно еще вот так двумя руками делать, вымешивать. В общем, это уже, смотрите, как удобно. Это я, наверное, в большей степени показываю для того, кто новичок в кулинарии. Очень-очень хорошо вымешиваем тесто. Оно должно быть, видите, я его с трудом уже промешиваю. Минут 7 я его повымешивала. Все, теперь можно собрать его в ком. Муки у меня ушло ровно 480 грамм. 60 грамм, мне немножечко горстка в миске осталось муки. Присыпем тесто немного сверху мукой. Возьмем чистый пакетик и оставим тесто полежать, хорошо отлежаться, отдохнуть. Минут 30-40, можно даже на час оставить. Просто на столе, никуда его не убираем, просто на столе. Для начинки потребуется 450-500 грамм фарша. Мясо, одна большая луковица или две. Это уже по вкусу, кто как любит. Я беру одну вот такую вот здоровую. Я ее хочу размолоть блендером. Вот, лук я перемолола. Не сильно мелко, но и не сильно крупно. Чтобы он все-таки немножко ощущался. Естественно, нужно посолить. Где-то, может быть, пол чайной ложки соли. Черного перца. Щепотку. И холодной ледяной воды. Одну третью мерной чашки, либо чуть меньше. Налю пока половину. Сейчас перемешаю, посмотрю, чтобы совсем жидко не получилось. Можно, можно все влечь. Так, хорошо, рукой тоже лучше размешать. Лук и вода дают сочность. Чебурек будет очень сочный внутри. Вот и все, фарш готов. Сейчас тесто отлежится, и можно будет жарить. Тесто полежало, у меня один час ровно. Теперь берем его и делим на кусочки. Примерно по грамм 40-50. Сейчас посмотрим. Все, не надо сразу доставать, чтобы оно не заветрилось. А, берем, ну вот, половинку возьмем пока. Тесто достаточно плотное такое. Основную половину вернем в пакетик. И теперь берем и будем каждый кусочек раскатывать в лепешечку. Очень тонко, 1 мм примерно. Видите, у меня стол просвечивается. И выкладываем на одну сторону, примерно по 1 столовой ложке фарша. И залепляем. Можно, чтобы это было прям вот, выглядело совсем ровно и красиво. Можно брать вот так тарелочку. И отрезать по тарелочке лишние кусочки теста. Ну, это если хотите, вот, совсем-совсем, чтобы все идеально было. Видите, тогда они получаются ровные. Хорошо залепляем края. Вилочку еще вот так фиксируем хорошо краешки. Масло можно поставить, разогреваться уже. Все, один у нас готов. Такой вот чебурек размером, ну, с ладошку смою. Я приготовила вот сюда поднос, потому что не буду успевать я их лепить, поэтому слеплю штуки 4, а потом начну уже жарить. И следующий раскатываем, так же тоненько. Так, какого диаметра? Сейчас скажу, какого диаметра. Раскатываю. Ну, вот, как эта тарелка, примерно это 18 см в диаметре. Можно больше, меньше, какао у вас есть, сковорода, где вы будете жарить. Слепляем край хорошо. Фиксируем, чтобы сок не вытекал. Все самое вкусное тоже. Так, ну что, решили делать идеально и будем тогда по тарелке вырезать. Тоненький. Тесто такое классное, он очень-очень тоненький получается. И все чебуреки таким же образом формируем. Масло проверяем. Вот кинула кусочек теста. Зашипело, можно жарить. Тесто вот чебуреки выкладываю на полотенце, чтобы немножечко жир снег тек. Стек, вернее. И жарить следующее. Видите, как они надуваются прямо на глазах. Вот такая вот огромная тарелка чебуреков получается. Такие они пузырчатые, хрустящие. Горячие, еще очень сочные. Вот сок просто копает. Вытекает. Попробуйте, может быть, понравится этот рецепт. Ой-ой-ой, сок текет горячий. Очень вкусные чебуреки. Повторите, если желаете. Я же с вами прощаюсь. До скорой встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok